Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Добрый вечер, Елена! Добрый вечер, уважаемые телезрители! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, звоните, задавайте вопросы. В прошлой программе у нас было два звонка, и мы решили в этой передаче продолжить тему, поднятую нашими телезрителями в прошлый раз. — Да. — И сразу с места в карьер. — Да, все верно. Давайте продолжим. И я бы хотел начать с последнего звонка, где наша зрительница позвонила нам, ну так в целом. Напомню, она говорила о сыне, по-моему, у которого поставлен диагноз, ну какой-то серьезный диагноз. Почему-то у меня в голове сохранилось, что он такой нарушенный человек. Я не буду сейчас повторять. В течение длительного времени лечится в психиатрической больнице или лечился, да, у психиатров наблюдался. Вот. И она спросила о том, что делается для таких пациентов, то есть для пациентов, которые в основном в сфере психиатров, в сфере внимания психиатров находятся, для пациентов, которым выставлен диагнозы шизофрении, биполярного расстройства, эпилептических каких-то нарушений. Ну, в общем, тут целый ворох вопросов. На всех останавливаться не буду. Может быть, они сугубо специфический характер имеют и широкому кругу людей не так интересны. Вот. Но некоторые вопросы, мне кажется, касаются нас напрямую. Я сейчас попробую об этом сказать. Ну, во-первых, что делается для таких пациентов, кроме медикаментозной терапии, ну, или кроме биологической терапии? Я пробовал в прошлый раз начать говорить о том, что психотерапия, ну, в широком смысле, как разговорный жанр, тоже очень показана этим людям, носителям таких заболеваний. И вот эти показания для таких людей, они в последнее время, ну, последние, там, не знаю, 30-40 лет серьезно расширились. То есть было какое-то время, было понимание, что это люди, пациенты, которым требуется только медикаментозная терапия или, ну, не медикаментозные, но тоже биологические виды терапии. Ну, электрошоковая терапия, инсулиншоковая терапия и так далее. Да, и что только это может каким-то образом скорректировать болезнь. Так вот, в течение последнего времени, ну, мы серьезно продвинулись в понимании, как этим людям помогать психотерапевтически. Есть различные методики, различные подходы. Тоже долго останавливаться не буду. Не так много специалистов, в том числе потому, что эта работа длительная, она не ограничивается одним-двумя сеансами, но обычно. Это некое сопровождение, да, человека, ну, в какой-то определенный отрезок его жизни. Ну, это сопровождение человека. И очень многое или все зависит от того, какие задачи ставятся на такого рода сопровождение. Задачи могут быть различного характера. Ну, например, одна из задач связана с тем, что поскольку такие болезни сопровождаются так называемой негативной симптоматикой, то есть они скорее что-то забирают у личности. Ну, личность начинает терять целостность, например, да. Разваливаться на куски, да. Со временем у кого-то это быстрее происходит, у кого-то медленнее. То работа психотерапевта, в том числе, связана с тем, чтобы, ну, как-то эту целостность поддерживать. Я сейчас тоже не буду уходить. А задачи ставит сам пациент, родственники? Задачи ставятся совместно, и пациент может такого рода задачи. Ну, конечно, он формулирует это по-другому, да. Вот. Но это такое совместное решение по тому, чтобы, ну, скажем так, справляться с этой болезнью. Я бы хотел сейчас мостик перекинуть, чтобы не уходить совсем в частности. Почему это нас всех касается? Ну, мне кажется, может быть, это будет интересно. Потому что такого рода расстройств... Хотя, может быть, казалось, я сейчас, ну, отвечаю для совсем узкого круга людей. Ну, потому что психических расстройств, вот, в широком, в большом смысле, в психиатрическом смысле, их не так много. И, мол, ну, нас это не касается. Вот как это может касаться? И мне кажется, что здесь очень такая интересная разворачивается перспектива. Это перспектива решения вопроса, мы биологические существа в большей степени, или мы существа, ну, культурные, я назову так, да, или рожденные культурой. Сразу скажу, что для меня сейчас хорошим ответом является то, что мы существа, рожденные, ну, или принадлежащие к двум этим модусам, да, мы и биологические, и культурные существа. Но я вижу вокруг широкое разнесение. То есть кто-то считает, что мы только биологические существа, и моих коллег-психиатров очень много в эту сторону думает, да, и, соответственно, такие пациенты в основном получают биологическую терапию, и условные коллеги-психиатры, хотя сейчас тоже много меняется в этом направлении, условные коллеги-психиатры не видят смысла направлять таких пациентов на психотерапию или на психокоррекцию. Ну, что вы разговорами своими сделаете с бредом, с галлюцинациями и так далее, да, ничего не сделаете, тут только медикаменты. Ну, в острой фазе, безусловно, хотя мы знаем работы, есть такие работы, когда и с острой фазой, психотической фазой работали врачи-психотерапевты. Ну, опять не буду углубляться. Да, действительно, острая фаза обострения продуктивной, как говорят психиатры, симптоматики, бреда, галлюцинации, еще чего-то, да, нарушенного поведения, это состояние, которое лучше купируется медикаментозно. Ну, вот все остальное, остальное время, это хорошее время для участия психологов и психотерапевтов. Ну, психотерапевтов, может быть, в первой степени, в первой степени, и психологов, безусловно, во второй, потому что эти люди требуют социальной реабилитации, им требуется по-новому каким-то образом с окружающей действительностью познакомиться или, скажем, вписаться в нее, потому что во многом это расстройство инвалидизирующее, люди теряют трудовую способность, люди теряют способность коммуникации и так далее. Психотерапия способна вернуть их к работе? — Сложный вопрос, сложный вопрос, что понимать работой, работа тоже может быть разной. — Ну, профессиональной деятельности какой-то? — Ну, я думаю, что в первую очередь не такого рода задача ставится, верните меня в профессиональную деятельность, потому что за невозможностью исполнять профессиональную деятельность стоят какие-то нарушения, и о них надо говорить. Ну, например, мне тревожно, я не могу общаться с коллегами, моя работа была связана с коммуникацией, с общением. — У нас звонок, Алексей. — Да. — Здравствуйте. — Добрый вечер, меня зовут Елена, я вот давно, Алексей, вас не слышала, давно с вами не общалась. — Добрый. — Так, скажем, давно Квант Энергии не посылала, как вы выразились. Вы знаете, вот я, ваша коллега, ну в каком плане, я не врач, конечно, я медицинская стра по массажу, работаю в поликлинике с пациентами. И вы знаете, вот я, конечно, не психиатр, не психотерапевт, но все-таки я склонна думать, что мы, мы люди, простые, грешные, смертные люди, ни в коем случае не должны оскорблять друг друга и ставить какие-то диагнозы, я так понимаю. Вот вы сейчас поймете, к чему я это. Вы знаете, я просто в этом 70-м автобусе, будь он, не ладен. Я постоянно, кондуктора со мной войну ведут, и я с ним, я уж не знаю, кто с кем. Вот это вот передавание за проезд, вот это все хождение по рукам вот этих карточек, проездных и прочего, я против этого. И чаще всего кондуктора не соблюдают масочный режим, о чем я всегда говорю. И вот знаете, я просто вот написала полгода назад стихотворение такое на эту тему, такую немножко злободневную тему, и вы сейчас поймете, почему я сказала по поводу ставить диагнозы друг к другу. Значит, это стихотворение называется «Утро в автобусе». Если можно, я могу его прочесть. Оно не длинное, Елена? Ну, надеюсь, не знаю. Надеюсь, нет. Но там такое, я просто не буду терять время. Да, да. Привычный быт наш изменила пандемия. Ковид никак не оставляет нас. Окружены мы болью, страхом, как стихией. И кажется, нам не уйти от этого сейчас. Носить мы маски, социальные дистанции должны беспрекословно соблюдать. Но люди верят в сказки и всякую дистанцию, как прежде, продолжают нарушать. Автобус до отказа переполнен. Кондуктор требует, передаем все за проезд. Но люди об опасности не помнят, как будто ждут неведомых чудес. Вот каждый раз война кондукторов со мной ведется. Ко мне вы подойдите, говорю, проездки я оплачу. Не надо думать, что ковид нас не коснется. Поверьте, заболеть я не хочу. И каждый раз в свой ядрец слова такие слышу. Больная, крыша едет, там стоит. Я все думаю. Так, почините же эту крышу. Ну что вам стоит всех пассажиров обслужить? И я прошу ей улыбаться, мило. Позвольте оплатить мне свой проезд. А она мне говорит, фибила с Нижнего Тагила. Меня толкает своим толстым задом в старт своего рабочего места. Все человечество сегодня призывает себя кондукторам не позволяйте оскорблять. А мы, как прежде пандемии побеждая, будем себя беречь. И все меры безопасности мы будем соблюдать. Спасибо. Спасибо, Елена. Спасибо за звонок, спасибо за стихотворение. Спасибо, что вы нас слушаете и смотрите. Хоть вы сказали, что давно нас не видели, мы по-прежнему по вторникам здесь. Никуда с Еленой не расходимся практически. Да, просто были посторы, одно время как-то посторы были, а потом я, если честно, да, не смотрела, давно просто не включала, видимо. Посторы все были, передачи. Да, поэтому. Спасибо. Если позволите, мы сейчас с Еленой тут... У меня есть как откликнуться, может быть, это ваше стихотворение отчасти такое навеяло соображение. Ну и о напряжении здесь есть, да, наверное, каком-то таком. Мы тоже об этом начинали говорить. Может быть, о злости, о раздражении, которые, ну, как будто ковид принес. Ну, я даже слышу какое-то пренебрежение к индивидуальности другого человека. Ну, со стороны кондукторов, да, к пассажирам, где, ну, каждый в праве просить о неком отношении к себе. Тем более, действительно, в условии диктуют какие-то правила новые нам, которым нам всем пришлось адаптироваться, да. Вы говорите о нездоровых людях, которым приходится социально адаптироваться. А вот Елена, мне кажется, описала ситуацию, где мы можем предположить, что 70-й автобус полон условно здоровых людей, да. Ну, вот поведение такое. Мы все едем в 70-м автобусе в этом. Это замечательная метафора. И мы вот такие вопросы решаем. И я в свою сторону утяну сейчас. Я к тому, что, мне кажется, Елена описывает ситуацию, которая имеет прямое отношение к нашему разговору, где людям, которые хоть немного отличаются от других, им сложно в нашем мире, потому что они рискуют быть отвергнутыми, они могут натолкнуться на осуждение, присвоение каких-то ярлыков или диагнозов, да, про которые вот Елена как раз сказала. То есть больная там и прочее. И казалось бы, ну не казалось бы, а так и есть, Елена, в общем, защищает или транслирует, ну, такие правильные идеи, да, которые распространены. Но вот здесь вот, да, здесь много вообще всего. Елена прям целый букет таких вопросов предложила. И вопросы коммуникации, и вопросы... И про чувства в стихотворении есть, и чувства названы. Да, и чувства названы, вот это вот, ну, началось-то все с диагнозов, да, и вот этот вопрос употребления не по адресу, не по делу диагнозов. Но у нас вот, да, сейчас такая культура, я имею в виду время такое, где называть друг друга невротиками, психотиками, еще какими-то... У нас еще звонок, да? Да, у нас звонок. Ну, отлично. Ну, вот, может быть, мы сейчас как-то это объединим. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Михайлович. Виктор Михайлович. Я 72 года, я на инвалидности. Наблюдаюсь во второй поликлинике. Уважаемый доктор, я точно знаю, что оптимизация медицинно-официальными медиками признана преступной. Что у нас творится в Самаре? Может быть, когда-нибудь все-таки вернемся к нормальной медицине? Будьте добры, разъясните. Вы все-таки где-то общаетесь там в верхах. Как нам быть? Мы вот во второй поликлинике, да, объединение, начиная с железной дивизии, да, свобода 77, это в советском районе. Бегаем инвалиды с палочками, с давлением. В конце концов, когда перестанут над нами издеваться? Виктор Михайлович, спасибо за звонок. Я надеюсь, что нашу передачу смотрят не только мои сограждане, ну, скажем так, если горизонтальные лифты какие-то обозначать. Я в верхах не общаюсь. Вот, наверное, мой горизонт – это горизонт как раз Виктора Михайловича. Но, возможно, нас смотрят люди, которые имеют отношение к Министерству здравоохранения Самарской области. Я надеюсь, это для вас будет, ну, таким сигналом, может быть, разобраться в отдельной какой-то ситуации. Может быть, мы сейчас накануне выборов. То есть, ну, эти вопросы все время возникают. Ситуация очень сложная. Ну, я благодарен тем людям, которые с мест говорят о том, что где-то совсем плохо. Но это заставляет и чиновников двигаться, и медиков, может быть, свое недовольство передавать. Ну, действительно, болезненная тема. Мне сейчас внятного, трудно чего-то сказать. Кроме того, что я вижу, как действуют медики на местах, как мои коллеги продолжают защищать пациентов, безусловно, отстаивать их интересы и перед вышестоящими, и отстаивать их интересы на, ну, перед болезнью, если можно так сказать. Вот. Ну, не знаю просто, как еще прокомментировать то, о чем говорит Виктор Михайлович. Сложно сейчас в медицине, вы правы, а где сейчас несложно. Я единственный в этом смысле способ вижу, и передача в это же упирается в том числе. Это, ну, что-то делать самим, теми силами, которые нам доступны. Мы что-то пытаемся делать в психотерапии, в психиатрии, собираясь коллегами. Говорить какие-то проблемы, обозначать вслух, формулировать их. Обозначать вслух, да. Собираться, создавать сообщество коллег, пытаться сделать так, чтобы это сообщество было достаточно большим, чтобы голос сообщества был услышан. Есть сообщество пациентов? Сообщество пациентов. Ну, вот, да, мы сейчас в эту сторону двигаемся. Я, наверное, тут прокомментировать больше было особо нечего. Вот. Я хочу, пока, может быть, мы следующего звонка ждем, вернуться к тому, о чем говорила Елена, и о чем мы начинали говорить, ну, чтобы хоть какая-то целостность в передаче была, про биологические существа, про то, мы существа скорее или в большей степени биологические. И там интересно, Елена делает массаж, она медсестра по массажу, она занимается телом, по большому счету она занимается биологией. Тело, мы мало говорим в нашей передаче, ну, казалось бы, где психология, а где тело, но это очень важная составляющая, архиважная составляющая, может быть, мы когда-то побольше об этом поговорим, но в психических заболеваниях, в психических расстройствах я знаю, что массаж не сильно пока применяется, но, возможно, такой специфический какой-то, потому что, ну, это касается того, как мы переживаем. Если человек с патологией, у него начинает личность распадаться на части, и иногда, возможно, эти части, где телесные не согласуются с психическим, или не принимают друг друга, да, или вот связи какой-то не чувствуют, ну, в общем, по-разному свои нарушения описывают. Ну, да, такое разъединение происходит. Я все-таки хотел бы закончить хотя бы одну мысль, которую сегодня мы начали, по поводу биологического и такого человеческого, гуманитарного или культурного. Почему это касается всех? Почему, собственно, вопрос, заданный на прошлой передаче, как помочь пациенту, человеку с достаточно серьезной психической патологией, почему этот вопрос касается всех, на мой взгляд? Еще раз, потому что этот вопрос поднимает или влечет за собой вопрос, мы только биологические существа и только медикаментозная терапия, и тогда мы видим массу людей, которые сейчас в основном доверяют только медикаментозной терапии, в том числе не имея выраженных психических расстройств, ну, серьезных. Ну, например, тревога, депрессия, медикаменты. Понятно, что здесь, нам понятно, что здесь есть и рациональное, безусловно, зерно, то есть масса препаратов разрабатываются, но в этом есть и работа фармкомпаний, которые активно продвигают свою продукцию на рынок. И, в общем, наверное, я просто давно не смотрел статистику, как коллеги, может быть, поправят, вещества, так или иначе, направленные на эмоциональный компонент, ну, где-то в топе там продаж держится, да, они постоянно по рецептурным бланкам выписываются, ну, так далее. Вот. И у этого есть, у этого спектра есть другая сторона, где часть моих коллег, может быть, да, или таких немножко диковатых специалистов говорят, никаких препаратов, только разговор, только, ну, это тоже такая крайность. Вот. Мне бы хотелось все-таки говорить в нашей передаче о такой трезвой и рациональной середине, где люди способны получать, находить и получать помощь как медикаментозную, так и психотерапевтическую или психологическую. И большинство коллег, все-таки я вижу, как психологов, так и психотерапевтов, видя таких пациентов у себя на приеме, они видят это разграничение, где они могут, какие цели они могут поставить для психотерапии, мишени, да, и в связи с чем они могут этих пациентов, этих людей, клиентов направить к психиатрам. То есть вы говорите о том, что в лечении, в подходе к этим пациентам эффективен бригадный подход, ну, где специалисты между собой взаимодействуют, и каждый, исходя из своих каких-то компетенций, полномочий, ведет пациента, ну, вот они движутся сообща с разными специалистами к какой-то цели, или вот к социальной интеграции, к социальной адаптации, возможно, этих людей. Да, действительно, это так. Но при этом остается вопрос, и я думаю, что люди его себе задают. А что, собственно, помогает? Я сейчас поясню. То есть в этом бригадном подходе хорошо, когда коллеги согласовывают свое действие, когда они понимают... Когда между ними коммуникации налажены. Когда между ними коммуникации. Ведь как это в итоге выглядит, если такой человек ходит одновременно и к психиатру, и к психологу, ему самому ведь внутри надо каким-то образом разобраться, а то, что со мной происходит, это биология или это уже не биология, да? Это надо что-то с гормонами делать, тоже сейчас такая активная, да? Гормоны радости, чего-то там, ну, все в гормоны упирается. То есть в голове у человека тогда возникает, может быть, возникнет вопрос согласования. А вот моя депрессия или моя тревога, она чисто биологического характера, мне нужно пить антидепрессанты или транквилизанты, ну, то есть идти к специалисту, который назначен. Или там есть компонент, ну, скажем так, психогенный или психологический. Тот компонент, который может быть скорректирован, прояснен в работе с психотерапевтом или психологом. Поскольку вопрос, каким образом физическое и психическое в нашем организме связано до сих пор нерешенный вопрос, то это в некоторой степени зияющая дыра. И с этой дырой иногда приходят к нам пациенты, говорят, а вот у меня тут тревога, может быть, все-таки препараты? А терапевт говорит, а может быть, мы об этом поговорим? Он говорит, да что говорить, мне кажется, тут особо нечего говорить, просто мне, ну, там, хуже. Ну, то есть вот масса таких каких-то коллизий возникает. И поэтому это нас всех касается. Там, где мы внутри, не знаю, задаемся или не сдаемся этим вопросом, мое состояние обусловлено этим или этим. Хорошо, когда и этим, и этим, и мы как-то начинаем в этом разбираться, как-то одно с другим компоновать, и хорошо, когда на вашем пути возникает специалист, который в этом, ну, как-то разбирается, который не где-то на полярных точках зрения находится. Ну, который не отрицает возможную помощь со стороны других специалистов, да, считает, что успех будет зависеть от многих факторов. Ну, может быть, это психиатр, психотерапевт, может быть, это массаж, да, там, какие-то еще саморегулирующие мероприятия. Еще раз я с вами соглашусь и еще раз просто скажу, что, на мой взгляд, для того, чтобы человек не чувствовал себя бегающим по специалистам, сегодня к одному, завтра к другому, хорошо бы, чтобы у него процедура согласования всех этих моментов происходила, может быть, с кем-то из этих специалистов, чтобы он понимал, зачем он приходит и туда, и туда, и туда. Потому что иначе, ну, бывает так, приходят пациенты, мне помогли там-то, окей, а что вы делали? Ну, вот, мне говорили делать это, а зачем вы это делали? Не знаю, ну, вроде бы мне это помогло. С одной стороны, хорошо, что помогло, а с другой стороны, этот опыт не повторить, не… Ну да, почему тогда вы сейчас ко мне пришли, да, а не туда, где вам уже однажды помогли? Ну да, тут тоже такие вопросы бывают. Вот. Так что вопрос нашей зрительницы, вот один из таких вопросов стоит в себе. Какие мы существа? Да. И как нам с этим быть? Каким образом психотерапия может помочь? А мишеней очень много может быть. Медикаменты никогда и никак не определяют для человека смысл жизни. То есть какие бы препараты вы ни пили, смысл они не добавят. Если у человека возникает вопрос о смысле своей собственной жизни, важный вопрос, то трудно ждать, что медикаменты на это ответят. Даже если это будут ноутропные препараты, которые улучшают там кровоснабжение и так далее, ну, как будто если это все быстрее задвигается, ответ придет. Не придет. Или нет препаратов, которые отвечают на вопрос о ценностях каких-то, да? Вот это ценно, а вот это не ценно. Нет препаратов, которые улучшают коммуникацию. Да, никакие таблетки не помогут выстроить в голове модель, по которой можно выстраивать отношения с другими людьми. Ну, именно такие отношения, которые будут продуктивными, а не разрушающими. Нет же такой таблетки, которая выпила, и все, у тебя сразу загрузилось, и ты стал такой коммуникабельный, успешный в общении, стрессоустойчивый. Хотя большой соблазн. Ну, мы сейчас на общую территорию, мне кажется, выходим, о которой уже и мы говорим, и так. Ну, большой соблазн в этом существует, выпить какое-то новомодное лекарство или старомодное, и решить, ну, какую-то массу вопросов, касающихся границ, может быть, да? Это все важно. Вот текущее время, в котором мы живем, оно, ну, нами же каким-то образом размечено. Мы говорим о близком или о далеком, мы говорим о личностных границах. Ну, говорим о важном. Я имею в виду, что есть определенные категории, которые, через которые, или посредством которых мы себя определяем как людей. Вот, например, самооценка. Я полагаю, что, может быть, 50 лет назад или 60 лет назад такого слова особого не было. Может быть, через 60 лет. Ну, мы не будем себя через самооценку определять как люди. Может быть, через что-то другое. Самооценка, личностные границы, вопросы травм, мы уже об этом говорили, да? Вопросы коммуникации, как их выстраивать, как, ну, близкие или далекие. Вопросы, касающиеся, какая я личность. Сейчас, ну, масса людей приходит и говорит... Ну, да, и вопросы самореализации. Вопросы самореализации, да. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям за звонки. За звонки, да, спасибо вам. Когда звонки, то у нас всегда диалог происходит, мне кажется, интересно. Живо, время, быстро проходит. Да, ну, может быть, сегодня в звонках не было таких прямых вопросов, но мне они ценны сегодня за то, что там были вопросы, которые мы все друг другу задаем. До свидания. Всего доброго. Встретимся в севере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова